Более 300 химических соединений выбрасывают из своих выхлопных труб неисправные городские автобусы. Излишняя дымность транспорта – это не только загрязнение воздуха, но и нарушение правил дорожного движения. Поэтому раз в две недели дорожные полицейские и экологи вместе выходят в рейды и замеряют уровень дыма выхлопного газа общественного транспорта. Сегодня со специалистами на дороге выехала и наша съемочная группа. Нажали, отрустили. С помощью специального прибора-дымометра эколог Михаил Соколов безошибочно определяет степень дымности. У автобусов она не должна быть больше трех по показателям этого приспособления. Так, 4,01. Такие превышения по шкале означают, что топливо автобуса не полностью сгорает, а значит наружу в воздух выбрасывается более 300 опасных химических соединений. На саже тот же бензопирен, он обладает канцерогенным действием, он имеет эффект накапливаться. То есть, как бы, постоянно, вот, если у вас, например, с домом, по улице постоянно ездят такие коптящие автобусы, то эффект проявится со временем. То есть, там можно, ну, все вплоть до заболеваний легких, там чуть ли не до раковых заболеваний. А кроме потенциальной угрозы здоровью, есть угроза жизни и вполне реальная. Для автолюбителей, уверяют дорожные полицейские. Просто могут ограничивать видимость водителя, следующего за таким транспортным средством. А для создания аварийной ситуации на дороге это доли секунды достаточно, чтобы не заметить какого-либо препятствия, двигающегося, либо навстречу, либо в попутном же направлении такой машины. Тем не менее, практически каждый третий автобус марки ПАЗ или Марс выпускает в воздух практически всю таблицу Менделеева. А задайте вопрос на заправке, почему не такое топливо возят? Но сотрудники ГИБДД и экологи с мнением, что во всем виновата некачественное топливо, не согласны. Говорят, основная причина загрязняющих выбросов в неисправном двигателе. За повышенную дымность выхлопов своих автобусов сегодня водителям выписали штраф, а с транспортных средств снимали номера, чтобы водители не ездили на автобусе до устранения неполадок. А значит, не травили газами горожан. Анна Мамаева, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Давиджев.